Всем здравствуйте! Сегодня я зачитаю письмо от Анонима, отвечу на него. Если вам нравятся такие видео, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, если у нас вот здесь впервые. Пишите ваши комментарии, это помогает продвижению, мне больше приходит новых подписчиков, зрителей. Спасибо вам за внимание, давайте приступим. Когда я смотрю на свое прошлое, я вижу, что я постоянно могла на что-то обидеться в общении с людьми. Будь то подруги, могла ревновать их другим подругам, будь то бывшие парни, я могла перестать с ними разговаривать из-за какой-то незначительной мелочи и ждать, пока они сами со мной заговорят снова. Когда я обижаюсь на человека, то начинаю выдумывать того, чего не существует, так как я надумываю за него, будто бы зная, что он про меня думает, зачем-то что-то делает и так далее. То есть я пытаюсь додумать за него какие-то его иные поступки. Давайте здесь немножко остановлюсь. Как вы видите, вы сами пишете, что вы обидчивый человек и порой додумываете за человека, даже то, что он не делал или не думал о вас, вы пытаетесь найти какую-то почву, сами создаете тревожную обстановку, атмосферу. Немножко расскажу, чем это может быть, я еще писемо дальше не читала, обусловлено. Обиды. Когда это можно сказать о человеке обидчивый человек или там у него характер, он такой обидчивый, трудный человек, обиды. Как правило, это фиксируется в детском возрасте, в районе двух с половиной, трех с половиной лет, если мы берем по психоанализу, по Фрейду. Это период анальной стадии, когда ребенок приучивается к горшку, вот этот период возраста. Люди, которым приходится испытывать отсутствие внимания к своей персоне, отсутствие заботы, внимания, ласки, потребности родителей общаться с ребенком в этом возрасте, они очень часто, дети учат, что через обиду, они первые инструменты манипуляции получают в этом возрасте, через обиду можно обратить на себя внимание. Если я сложил ручки, насупился, отвернулся или там где-то пропал и с родителями не говорю, где-то там закрылся в комнате, спрятался и так далее, то меня начинают искать, спрашивают, все ли со мной в порядке, что делают, обращают на меня внимание. Даже если это через деструктив, когда мама нервничает, психует и орет, я опять тебя потеряла, что с тобой не так, что ты не можешь сказать, что тебе не нравится, что ты обиделся, ну давай и так далее. Здесь самое ключевое у ребенка срабатывает манипуляция, это первые навыки манипуляции. Я сделал вот это действие, а в ответ я получил эмоцию, в ответ я получил внимание к себе. И неважно, позитивная эта эмоция на меня коннотацию имеет или негативную коннотацию, неважно. Главное, что меня среагировали. Если меня замечают и реагируют на меня, значит меня любят, значит я есть, значит я нужен. А второй момент про то, что вы додумываете за людей какие-то мысли действовали, что-то фантазируется, здесь уже подключается ваша взрослая осознанная тревожность. И для того, чтобы иметь какую-то почву ваших эмоций, на самом деле сомнений и тревоги по поводу человека, вам надо найти оправдание, почву, базу, от которой строится ваша тревожность и догадки. Так как ее объективно не существует, то вы сами ее придумываете, достраиваете базу и почву. Я больше скажу, сама придумала, сама обиделась, эта история, скорее всего, про вас. Как будто я предыгадываю за человека и знаю, что он про меня думает, что он может делать и придумываю какие-то иные для него поступки. Мне всегда кажется, что я знаю, что в действительной прости происходит, а люди у меня вокруг вечно приходится оправдываться за то, что они на самом деле не думали и не делали. Но я вечно думаю самое худшее и не знаю почему, потому что тревожность. Плюс ко всему свой гнев я выражаю тоже достаточно эмоционально. Знаете, это очень даже хорошо, пусть эмоционально, но вы выражаете эти эмоции, не подавляете. Выражать лучше, в любой форме выражать лучше, чем подавлять или спрятать их. Я не всегда выбираю слова, а люди бывают просто в шоке. В шоке от того, почему я так себя веду. В шоке, что я надумала ерунду. В шоке от таких маленьких и, казалось бы, незначительных триггеров, но которые вызывают во мне бурю эмоций, много реакций, не по размеру с происшествием. Все чаще я задумываюсь, что я абьюзер в отношениях с людьми. Ну, есть такая история, из-за повышенной, скажем так, агрессивности реакции вы можете абьюзить, на самом деле, контролировать. Абьюз – это контроль. Тогда я чувствую свою слабость и неуверенность. И мне надо взять под контроль, заабьюзить, подчинить, тогда мне спокойнее. Это про тревожность. Не знаю, важно это или нет, но детство у меня было тяжелое. Было достаточно много абьюза со стороны родственников. Также был сексуальный абьюз, религиозный. Пожалуйста, результат. Вы транслируете то, что вы видели. Вы не знаете, как с этим справиться, пережить свою, на самом деле, психотравму, поэтому ее делите и переносите в поведение своем на других людей. Впоследствии отношения с родственниками практически у меня не было, не сложились. Как только можно было свалить из дома, я сразу же это сделала. Иногда у меня есть ощущение, что эмоциональная моя часть просто отключена. Потому что вы подавляли эмоции и свою психотравму. Если вы ее включите, эмоциональную часть, то вам тяжело пережить эмоции, которые вы тогда подавили. Возможно, мне это помогло, чтобы выжить в свое время. Пожалуйста, мою фразу прям заканчивайте. Сейчас у меня все хорошо. Я замужем, мой муж идеальный. Ему со мной приходится, конечно, тяжело, так как меня может бомбануть за какой-то незначительной ерунды. Я искренне понимаю, что это по отношению к нему несправедливо. Возможно, я хочу научиться контролировать себя. Я могла бы назвать это так. Но во мне будто живет второе я, которое я ощущаю. Второе я вечно хочет общаться, войти в конфликт, спровоцировать, быть агрессивной. Скажите, пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то советы и рекомендации, чтобы мне улучшить отношения с окружающим миром и с мужем в частности и не сводить с ума мужа таким количеством стресса, связанного со мной, стресса, который я ему сама создаю. На самом деле очень все просто. Я вам скажу базово, что нужно делать. Сначала базово, в чем причина, затем поверхностно рекомендации для начала, как можно себя вести и что делать. Базово вы застряли эмоционально в вашей психотравме. И не в одной. У вас она не одна, у вас их там череда, потому что вы жертва систематического абьюза, раз нестороннего. Вы перечисляли какого, не буду повторяться. Базово, если мы берем работу, например, с психотерапевтом, с психологом, то вам нужно прожить свою психотравму. Для этого есть методики различные, упражнения и так далее в консультировании. Вам нужна опора в виде консультанта, человека рядом, психолога, кому можете доверять. Потому что вам одно очень страшно прожить эмоции, которые вы в детстве когда-то подавили, в голове своей отложили, закрыли, сбежали от них, просто бетоном закатали на самом деле. Для того, чтобы не переживать этот эмоциональный накал, потому что у вас не было поддержки человека, ощущения, опоры внутри. Так сложились ваши жизненные обстоятельства, такая вот семья была, которая бы вам дали силы или уверенность в вашей самооценке, что вы сможете это самостоятельно пережить. И ваша жизнь вообще идет из-за того, что вы бежите от этого страха огромного, пережить, встретиться с этими отложенными эмоциями, заблокированными. У вас есть там сто процентов злость и агрессия на ваших обидчиков, на обстоятельства, потому что вы жертва. И это логично. У жертвы всегда кто-то виноват. И вы действительно жертва. То есть не то, что вы придумали, так и есть. Это естественно, это логично. И так вот, агрессия, которая у вас сейчас проявляется, это агрессия на ваших обидчиков, на вашу психотравму, на те события, которые вы заблокировали. Но когда вы шкатулочку-то закрывали, коробочку и блокировали, нельзя заблокировать какие-то отдельные эмоции, другие оставить. В случае психотравмы это невозможно. Вы блокируете все комплексно. Но как-то, как у вас есть нереализованные те чувства, они вырываются. Это нашло отражение вашей вспыльчивости, вашем характере, вашим поведением на данный момент. Додумывание базы, почву создания, о чем я раньше сказала, это также тревога. Это страх. На самом деле мне страшно, что меня обманут, мне сделают больно, меня будут абьюзить, не причинят боль снова. Поэтому я сама создаю, тревога моя внутри, мой страх, базу, за которую я могу зацепиться, реализовать так свою тревожность. Подавить, поглотить, поругаться, заодно проявить агрессию, которая из меня плещется к моим, на самом деле, обидчикам. Я когда доминирую и фиксирую контроль над человеком или над ситуациями, становится менее тревожно, и выплескиваю свою агрессию, и мне становится баланс. Вам становится в этот момент спокойней. Так как это подавлялось, но рвется наружу, у вас это происходит периодически, всплесками, как вы написали, когда меня бомбанет, я больше скажу, и на самых близких, родных, на супруги, на друзьях. Казалось бы, кого надо оберегать, жалеть, но у вас это не получается. Потому что вы выпускаете свою агрессию дозированно. У вас она подавлялась, вам нельзя было быть плохой, не подчиняться, быть злой, раздраженной. Ваши абьюзоры вам запрещали эти эмоции, поэтому вам пришлось их подавить тогда. Что вам сейчас поможет супругам нормализовать отношения, чтобы он так сильно от вашего вулкана внутреннего магма не вытекала, не прилетала ему? На самом деле очень просто. Дозированно, но систематически и регулярно выпускать ваши эмоции, проговаривать их, позволять себе проживать. Для начала вы позволите себе вообще признать, что они у вас есть. Хватит их подавлять. Все, стоп. Живите эмоционально открыто. У вас есть, как сказали, любимый человек, у меня все прекрасно, значит, у вас к нему есть доверие. Это единственный человек, который занял у вас доверие в вашей жизни. Вы ему доверяете. Вы знаете, что он вас примет и стоит любыми абсолютными эмоциями, как ваши из прошлого семьи абьюзеры, не будет вас любить частично только какое-то или отвергать вас вашими эмоциями. Ему можно довериться. Соответственно, что мы делаем? Вы должны называть максимально больше, прям ртом проговаривать эмоции, которые вы испытываете, не только негативные, злость, раздражение, вообще все. Начинайте постепенно их проговаривать, выпускать. Так вы их и проживаете. Не знаю, сделать что-то приятное, условно, в один момент вы почувствовали себя хорошо, уютно, сидите, например, вечером под пледиком с мужем, смотрите какой-то фильм, сериал, не знаю, какие у вас общие увлечения есть или что-то такое. Вот вы наслаждаетесь, вам хорошо. Скажите об этом. Просто повернитесь и скажите, я так рада, что ты сейчас рядом со мной, мне так нравится с тобой смотреть сериал и продолжить. Ваша задача ловить себя на ощущениях и эмоциях, которые вы переживаете, давать им вербальную окраску, проговаривать их. Я злюсь, раздражаюсь, потому что, блин, опять ты поставил этот стакан из-под кофе не в посудомойку или там не в раковину, а оставил на столе. Долго я еще буду ходить за тобой все собирать и убирать? Я злюсь от этого, меня это бесит. Вот это проговаривание эмоций. А не, например, сколько еще будут здесь стоять эти стаканы? Ты меня уже заколебал. Если я еще раз увижу один стакан, я пойду разводиться. У меня тушу вот здесь. Вот это деструктивно. Мы не говорим здесь про свои эмоции. И лучше говорить сия высказывание. Я злюсь. Я испытываю вот эту эмоцию, вы ее называете. Вы это делаете для себя. Так как у вас блок есть, у вас есть путаница с эмоциями. Вы четко знаете, ваш мозг знает, что злиться нельзя. Но оно мне вообще-то вырывается. И такой форме агрессивно, что людям это не нравится. До сих пор и видите подтверждение, к сожалению, от людей, оценку. Что-то не окей, они такое не принимают, им это неприятно, потому что вы их абьюзите в ответ. Абьюзите для того, чтобы было защищенно, безопасно. Чувство тревоги, эмоции тревожные тоже, пожалуйста, называйте почаще. Дорогой, мне страшно. Я не уверена в себя. Мне кажется, у меня не получится. Я так рада, что ты рядом со мной или есть у меня. И так далее. То есть это две фразы в быту, в простых абсолютно вещах. Мне так приятно, что ты решил приготовить сегодня ужин, то обо мне заботишься. Спасибо большое. Все, ничего больше. Проговаривайте ваши эмоции. Вам надо убедиться, что за любые эмоции хорошие, назовем так и плохие, но я не сторонник такой классикации, они все у нас хорошие, они все нам нужны для гармонично функционирования нашего мозга и психики, и вашей личности. Проговаривая, проживая эти эмоции, вам надо убедиться, что они безопасны, что есть надежный человек, который по голове за это не настучит, это меня не отвергнет. Когда вы с ним начнете это делать, увидите протекцию, защищенность и безопасность, вы для себя начнете потихоньку вот этот ларец с эмоциями открывать. Конечно, в идеале вам тогда к психологу пойти, потому что у вас пойдет лавина, я вас сразу предупреждаю, эмоций будет много, всяких разных, и не забываем с мужем извиняться. Я сейчас наорала, я злилась, блин, это не за тебя, на самом деле, я вот это почувствовала, там что-то вспомнила. Объясняйте ему процессы, причина следственная, почему вы так поступили в этот момент, так сказали или так сделали. Чтобы ему было безопасно, и вы не были его абьюзером, надо понимать ваш процесс, объясняйте, что и почему вы эмоционально делаете. И показывайте, говорите, что причина не в нем, а в ваших эмоциях. Я больше скажу, причина не в ваших друзьях, на кого вы выкладываете свою тревогу, агрессию выплескиваете. И да, абьюзера, ну неприятно это слышать, но это можно изменить. Вы это делаете, это результат, потому что вы не знаете, как справиться со своими эмоциями, как по-другому их высказать, выразить и вообще принять, что они у меня есть. Вам страшно с ними встретиться, а встречаться нужно. Если вы хотите гармоничного своего развития, существования своими близкими со своим супругом, в чем ваши запросы есть, надо себя начинать менять. Есть разные методики, они в терапии, конечно, используются самостоятельно, это не получится сделать. Это очень глубинная работа, потому что с эмоциями эта работа глубинная. Она может отражаться на вашу жизнь повседневную. Вот вы что-то повспоминаете, покопаетесь, вот эти ларесы, словно, начнете открывать, у вас будут сниться кошмары, воспоминания из прошлого, откаты эмоциональные. Вы можете где-то закрыться, или вы можете, наоборот, экспрессивно еще больше агрессировать. Это защитный механизм. Ваша психика будет сопротивляться первое время для того, чтобы в этом не копаться. Механизмы защиты по подавлению, они очень сильные. К этому нужно приходить осознанно, с пониманием, что я хочу это, а во-вторых, я смогу, у меня есть силы это вывести, скажем так, эту программу, я смогу. Вот эти силы вам может дать ваш супруг ряда, это будет долго, конечно, подольше, либо специалист какой-то, знаешь, что сказать, нужный момент, как вас поддержать и, в общем, расположить к этому. Вот такой фронт работы. То есть для начала попробуйте про эмоции проживать, посмотрите, работает это или нет, потом мне можете написать. Спасибо большое вам за внимание. Если кто-то попадал в подобные ситуации с подавлением эмоций, нам очень часто с детства учат презирать, отвергать, подавлять свои эмоции, свои желания, потому что это уже эмоция. Такой ребенок очень удобен для контроля тревожных или абьюзивных родителей. Это нормально. Они так контролируют ситуацию, успокаивают себя. Но уже от нас зависит, что мы с этим делаем, меняем мы что-то или нет, или остаемся в этой же парадигме и, как правило, повторяем же свое прошлое. Весь этот сценарий проигрываем уже на своих близких. Так что у вас есть шанс измениться. Спасибо большое за просмотр этого видео. Оставляйте комментарии. Кто-то был в подобном, пишите ваши истории. Если есть запросы по видео темам, тоже пишите в комментариях. В инфобоксе под видео я оставляю свою почту. Вы можете, как этот аноним, автор письма, прислать ваше письмо для разбора на канале или записаться на индивидуальную консультацию со мной как с психологом. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.